Всем добрый вечер. Вторая часть матча против Вова Михайловского в смешанном формате, стандартный шахмат и шахматы Фишера. В общем-то, на данный момент счет 3-1, но возможно будет целесообразно начать новый отчет вот в четырех партиях, которые начинаются с этой. И снова концы Т3. Интересно, дебют Вова уже во второй раз его применяет. В предыдущей партии играл конь Ф6 и получил немного хуже. Наверное, стоит пробовать сыграть что-то другое. Пробую сыграть Д5 все-таки. Вова, очевидно, собирается войти Е4. Потому что дебют Вересова совершенно не дает шансов ни на какой перевес. Ну да. Теперь возьму и сыграю Ферзь Д5. И получится скандинавка. Интересно, как Вова собирается реагировать. Думаю, что это он увидит первый раз в жизни. Как, в общем-то, и я. Если не ошибаюсь, такие партии уже встречались, и белые, в основном, играли конь С3. После чего черные могут быть у Ферзь Д6 перейти к стандартной партии. Но Вова выиграет слон Д3. Интересно, хорошо это или плохо. Если пойду конь С6, сидя и конь Б4. Как белым распутывать фигуры? Понятно, что все выглядит в некоторой степени ненатурально. Черные начали свое развитие с Ферзя. Слишком хорошо это быть не может. Ну и прямых противопоказаний я тоже пока не вижу. Можно пойти конь Б4. Честно, если у белых ответ слон С4, тогда конь С2, король Д1. И, наверное, все это очень хорошо для белых. Так лучше не играть. Если слон Ф5, возможно, тогда конь С3 задумано. По-другому, на конь С3 слон Ферзь Д2, так как, хоть, явно, нельзя. Да, наверное, тогда слон Ф5. Подсознательно мне не очень нравится этот ход. С другой стороны, фичерные даже могут осматривать франту хода в 3-0. Почему бы и нет? Как обычно, я очень серьезно отстал по времени. Если вы смотрели первую часть этого матча, то вы, наверное, видели, что под этим лейтмотивом проходили все четыре партии. Как в обычные шахматы, так и в шахматы Фишера. Другое дело, что у Вова не всегда получалось воспользоваться этим своим временным превосходством. Задумались белые, конь Б4, противная угроза, надо что-то делать. Может быть, все-таки конь С3 удивительно. И что же задумано на Ферзь Д2, слон Ф5, Ферзь Х1. Видимо, как-то ловить моего Ферзя, что ли. Ну, если честно, все это выглядит крайне подозрительно и не верю в полную компенсацию. Давайте возьмем... Белому надо брать на Ф5 уже, видимо. Слон Е4 ход есть, но там просто не хватает пешки при плохой позиции. Не думаю, что в этом была идея Вовы. То есть надо брать на Ф5, Ферзь Х1 и как-то ловить Ферзя, но Ферзь может на через Х2 уйти. Все белых будет, конечно, компенсация, связанная с активными фигурами, но... Материальный перевес черных велик. И многообразен. Посмотрим. Времени остается довольно мало. Всего оговаривал, что тяжело их разыгрывать в шахматах Фишера, но пока... Скорее, проблема в этом плане в обычных шахматах. Потому что сделано 7 ходов, у соперников при контроле с добавлением двух секунд уже осталось чуть больше минуты. Хотя, конечно, кого я обманываю, в первую очередь это связано с... Тем, что нам обоим приходится комментировать. А это, поверьте, на слово не так легко. Так, я могу сыграть Ферзь Х2, но в целом я не вижу пока особых... Особой необходимости в этом. Конечно, он Е4 подграживает, но можно пойти Коне Ф6. Ферзь Х2. Ход остается про запас. Потому что теперь, наверное, Конь Д4 грозит всерьез. Наверное, все мог пойти Конь Д4, да, и... Не дожидаясь ничего со стороны белых. Ну, взрослым пусть его напряжется и сделает какой-то ход. Качества у него не хватает. Ферзь хочет уйти через Х2. Король в черном вроде бы не под атакой, но не знаю. Скорее всего, позиция белых совершенно безнадежна, объективно. Ну, конечно, в Литме может случиться всякое. Вот это всякое, собственно, наверное, и начинается. Недооценил я этот ответ. А Б7 висит рокировать, к сожалению, нельзя. Другое дело, что, может быть, я могу пойти Е6. И... Если взять, то Ладья Б8 вроде как Конь на С6 защищен. Да, пойду Е6. Если тут превышение, то не совсем понятно. Ферзь Б7 на Б8 вроде бы совершенно безнадежна. Конечно, кажется, что... А! Вот это вот неприятный трюк. Вот это вот неприятный трюк. Я его зевнул. Второй стороны вроде как Ферзь Е4 выигрывает. Взяли-взяли. Лишняя фигура. Надо брать на Е4. Ферзь Б8 Вов сыграет. Конь Б8. Конь Е4. Конь Е4. Но лишняя фигура, выигранная позиция. Вов, наверное, продолжит играть все-таки. В надежде на трюки, но... И, может быть, он даже чего-то там бьется. Потому что игра совершенно ужасна. В позициях, где у меня 29 секунд на часах. Но объективно... Ну да, все-таки Вов и начал сдаться. Потому что чисто лишняя фигура. Даже пешки за нее нет. Ну, в общем, все. Не сложился Вов и дебют. И, пожалуй, вот этот вот вариант Ферзь Д5 довольно неплохой антидот против его любимого дебюта. С конь Ц3. Ну, а матч продолжится через несколько секунд. Уже в шахматы Фишера. Продолжается матч. Это очень смешно. Но я такой... А, нет, прошу прощения. Думал, что такая позиция уже была. Но, на самом деле, там конь с ладьей поменялись местами. А тут слон с ладьей. Ну, в этом случае... Очень хочется пойти тоже как-то Ц5 и Б6. Пока этот матч не лучшим образом демонстрирует все разнообразие дебютов, которые из шахмата Фишера. Продолжение получается очень похожей. Б3. Ну, тут я не знаю. Есть ли смысл пойти из Ж6? В целом, если Вова не будет брать на Ф6, то смысл есть. Если мы будем брать на Ф6, то можно получить изрядно хуже. Ну, давайте попробуем. Мне просто еще даже интересно, какую... Какую основку из себя преиспелить. Ну, Вова просто играет Ц4. Если честно, мне кажется, что все-таки слон Ф6 была принципиальней. С идеей получить позицию вот в этом карповском стиле. Карпов играл такие структуры. В дальнейшем белые всеми силами пытались прихватить бупунт на Д5. Кстати, конь на Ф3 для этого расположен не очень хорошо. Может быть, Вова, на самом деле, и прав. Не буду рокировать. Буду рокировать. Я хотел что-то сказать про план с накатом Х4 и Х5. Но это уже явный очевидный бред сумасшедшего. Ну да, и здесь получится симметрично. Вова проведет, скорее всего, Д4 раньше, чем я. Но хороший знак для меня заключается в том, что он не сможет, да, взять на Д4 конем. То есть, например, конь С6, Д4 я возьму. Конь Д4 взяли. Взяли на Ж2, корот, Ж2, СД, Ферст, Д4. По крайней мере, я поменял белополов. Это, наверное, хороший знак. А плохой знак... Даже не знаю, в чем заключается плохой знак. Просто еще хочется пройти Д5. СД конь Д5, конь Д5. Ферст, Д5, СЛЖ7, корот, Ж7. Д4. СД. Да, наверное, объективно надо играть Д5. Не вижу особых проблем тут для черных. Да, если только я грубо не зевнул. А у меня сейчас появляется подозрение, что я именно грубо зевнул. Потому что она король Ж7, СД, Ферст Д5. Есть ход конь Х4. Кстати, специфика шахмата Фишера здесь проявляется во всей красе. Потому что... Да, потому что на Ферст Д5 неожиданно есть конь Х4. У меня слон на А8 не защищен. То есть я не могу пойти в Ферст Д7 и защитить слона на Б7. Потому что он на А8. В результате я остаюсь без фигуры. Это очень неожиданно, если честно. И неприятно. Придется брать слоном. Не знаю, насколько это плохо. Но идея была, конечно, совершенно другая. На самом деле, оно что совершенно неплохо. Потому что у меня есть ход слона Х3. И я выигрываю пешку. Да, в итоге не исключено, что охотник кажется жертвой. То есть у Вова, конечно, очень сильный слон. Но я не думаю, что он планировал эту жертву пешки. Крайне сомневаюсь в ее целесообразности. Пешка есть пешка. Думаю, что бетин вообще белым надо брать на Д4. Может быть... Потому что вот здесь я не совсем понимаю, в чем вообще радость. То есть конь выходит. Белый пойдет Владея Д1. Я пойду что-нибудь вроде Ферзи Ф6. То есть у белых красиво выглядящий слон. Но в итоге мой конь может быть сильнее. Потому что он идет на Д4 следующим ходом. Да, вот Вова это понимает. Вова грамотно... Очень грамотно играет с Ферзи Ф6. На Ферзи Ф6 у него Б4. Не знаю. Лишная пешка... Хорошему личная пешка должна сказать. Ферзи Ф3. Ферзи Ф6. Да, Владея Д7. Я ожидал сейчас предварительного размена. Но так-то она сильнее, кстати. Конечно, Вова здесь уже борется за ничью. Но шансы ее сделать, наверное, у Вовы довольно неплохие. И... В принципе, пешку на А7 защищает она на большого основания, потому что Вова все равно заберет на Е7 уже пешку. РЦ3, Владея Ц3, Владея Е8. Я пытаюсь найти какие-то шансы на победу, но пока что-то не получается. Видимо, Ферзи Ф6 был слабый ход. Мда. Неприятно. Да, ну не видно ничего хорошего. Времени мало. Процелять Владея Д8. Ну, на А7 еще есть ход Владея Д1 с шахт. Я думаю, что там тоже ничего страшного. Вова, скорее всего, не станет допускать. Просто побьет на Ф6 и потом на А7. Нет, допускает шах. Хочет... Видимо, таким образом играет на победу, на самом деле. Ну, а мне тоже большого смысла давать этот шаг что-то... не видно. Ладно, надо ускориться. Владея А8. Белые могут играть по-всякому. Наверное, Владея А7 самая опасная. Можно... Черные в итоге могут и не уравнять. Это было бы довольно печальным исходом. Учитывая, что три хода назад я имел, в общем-то, выигранную позицию объективно. Даже не ожидал, что Владея А7 окажется настолько опасным. То есть, говорил, что это достаточно неприятно, и поэтому сам не мог поверить свои слова. Так, ну... Это явно глупейший зевок. Я возьму ладью, раз Вова не хочет возвращать ход назад, и предложу два. На него тоже явный отпечаток накладывает комментирование. Отнял у меня, кстати, три секунды, это, конечно, неприятно. Но пережить можно. Заберу на С3, потом заберу на А8. Ну, правда, водится, Вова сыграет А4. Ладья Д8, наверное... Ну да, Ладья Д8, А5, и партия закончится в ничью, взаимным истреблением сил. Но Вова не хочет. Я не думаю, что он играет на победу. Просто... Просто не играет пока А5. Но если он сейчас не пойдет А5, то... Есть некоторые проблемы у белых. То есть, надо играть А5, мне кажется. Потому что, иначе ладья пойдет на В4. Да, но Вова сыграл А5. Тут уже можно соглашаться на ничью. Вова, конечно, да, мог бы прыгать 4 на 4 в надежде на мои 8 секунд. Но... Никаких реальных шансов, я думаю, даже с таким временем у меня у него не было бы. Потому что позиция слишком простая. Ну а матч продолжится буквально через несколько секунд уже партии с стандартной стартовой расстановкой. Продолжается матч. Партия в нормальный шаг, отиграя кунь f3. В первой половине матча я изменил своему фирменному ходу. Закончилось это очень плохо. Да, кунь c6. Очень интересно. То есть, Вова предлагает им пойти слон g2, e5, c4 и получить английское начало. Но я же могу сыграть d4 и уклониться. Давайте посмотрим, что он имеет на d4. d5, слон g2. Вообще, мне казалось, что если черные расставляются таким образом, то лучшим сходом кунь f6 не спешить. Потому что в вариантах можно попасть под кунь e5. Ну, Вова, видимо, совершенно другая расстановка на уме. То есть, он совершенно не собирается делать какую-то длинную рокировку. Пойду кунь e5. Я не знаю, насколько все хорошо для белых. Никогда эту позицию не играл, как ни странно. Так, но Вова очень быстро предпочитает разгрузить центр. То есть, либо она это все хорошо знает. Либо одно из двух. Потому что, если честно, мне это совершенно не нравится для черных. Длинница просто плохая, по-моему. То есть, дело в том, что в конце всех вариантов белые могут забрать на b7. И остаться с лишней пешкой за спорную компенсацию. Это, вроде как, еще меньше изол для черных. Потому что, все может кончиться хуже. Кунь e4, да, Кунь e4 это заслуживает внимания. Я могу забрать на d5, и это лишний материал. Но, в этом случае у белых хотя бы плохая структура. Или я могу забрать на e4 и надеяться выиграть пешку со всеми удобствами. Но вряд ли это сработает. Надо играть cd. Кунь c3, bc, ed. Видимо, постоянно больше делать нечего. Тут у меня выбор, кем брать на d5. Надо брать ферзем. Ферзь d5, слон d5, ну и c6. Да, и вот. Белых личная пешка, это должно давать белым перевес. Но, есть свои нюансы. Черный этот довольно активно расположен. Не знаю, куда брать слону. Ж2 или на f3, наверное, на ж2. Надеюсь, что в вариантах моей пешки, центральной пешки, могут побежать вперед. Но пока не стоит спешить. Черных, немного более активно расположенная фигура. Если я сейчас надвину пешки, то все к чему это приведет, создание у меня множества слабостей. Да ну, вот Вова грамотно сдваивает ладьи. Пожалуй, несколько преувеличил я свой перевес. То есть, безусловно, у белых лучше, но... Наверное, не настолько лучше, как хотелось бы. Да, пойду ладья d1. Надо что-то, хотя бы одну ладью подменять, чтобы черные имели меньше поля вторжения. Но возьму на d7. Тут вопрос, что надо выбрать на a7. Кстати, вопрос... Весьма насущный. Потому что... Хотелось бы получить две лишние пешки вместо одной. Там есть ход ладья d2. Ну, я могу ответить e4. Потом пойти слон e3. Да, правда, слон a7, а ладья d2, e4, слон e6. И меня еще начинают на a2 подвисать. Наверное, все-таки это не лучшая идея. Так, слон a7, а ладья d2, e4, слон e6. Это где вдало? Где b1? Ну, там b5 есть ход. Да, значит, нельзя. Ну, или, по крайней мере, невыгодно так играть. А очень хотелось бы. Ладно, тогда пойду a4. Веду пешку заранее спутбой. Вова явно сейчас пойдет пешкой a куда-нибудь, наверное, на a6. Может, на a5. Или каким-то другим способом защитить на a7. Я не думаю, что он будет там отдавать. Да, a6 сыграно. Могу пойти опять и зафиксировать структуру. Но, в итоге, моя же пешка на a5 может оказаться самой слабой из всех в результате этой операции. Попробую подтянуть короля. В целом, черные пока не грозят привести свое пешечное большинство на ферзьем фланге в движение. Тоже подводит короля. Вова. Ну, я сейчас хочу пойти ладья d1. Я не уверен, что слоновая энджпель выиграна, но, по крайней мере, да, черным не слишком хочется его допускать. Поэтому Вова играет с на c2. Может быть, не стоит допускать. Теперь пешка на a4 под напряжением. Наверное, все-таки придется задвинуть ее на a5. А там есть ход слона 3 какой-то подозрительный. Ну, ладно. Будем решать проблему по мере их поступления. Хотя, если проблема в виде слона 3 поступит, это может оказаться весьма неприятно. Все-таки Вов так не играет. Наверное, там что-то было. Белых неплохое в ответ. Но ход выглядел не очень приятно. Тогда сделаю такую микрофорточку для своего короля. Потому что в риандах он получал мат на d1. И это, кстати, не пустые слова. Там я уже в своей голове начал прокручивать печальные для себя концовки. Тут хотя бы белые не получат мат. И потихоньку-потихоньку надо надвигать пешки. То есть следующий ход, видимо, будет слона 4 и ладья d5, конечно, с другой стороны. Слон c8 и ладья вроде успевает на b5. Слон b6, правда, в конце. Любопытно. Давайте попробуем. Слон d5 попадет. Я думаю, что уходить в пассивную оборону, мне кажется, смерти подобно. Слон c8, конечно, может быть другое мнение, но мне в это не верится. Мне кажется, надо играть ладья d5. Слон c8. Ладья b5, слон b6. Я напал на b7. Слон d8, возможно. А слон b7 уже на c6 грозит. Да, не знаю. Может быть, поэтому вове надо уйти всё-таки в пассив, но думаю, что ему очень не хочется так поступать. Да, всё-таки ладья d5, но слон c8, конечно, заеду. Из-за чёрных неожиданно стало выглядеть чрезвычайно опасно, потому что тут есть ладья d6, да. Или я что-то взеваю, или Вова испытывает затруднения. Серьёзные. Может быть, конечно, и то, и другое, на самом деле. Не исключено, что у чёрных есть какая-то защита, но при этом... И я её не вижу, но при этом всё равно их позиция, по идее, должна быть хуже здесь. То есть личная пешка, как не будет, на b7 сейчас выдерну. Скорее всего, всё это кончится печально. Для Вовы это будет означать, похоже, что досрочную победу в матче, как ни странно. Сейчас он c5. Да, это ожидалось, пойду слон b7. Вроде бы... Ничего хорошего, ничего... Не, если слон b6, тогда я просто заберу на c6 сейчас. И потом заберу на b5. Это совершенно безнадёжная позиция. Я думаю, что сейчас последует задача, если честно. Конечно, у белых мало времени, но... Ни одного ресурса не видно. За Вову. То есть просто лишнее качество. На c6 ещё упадёт в конце. Придётся сдаться, судя по всему. Да, Вова сдаётся. Наш матч продолжится уже в шахматы Фишера. В совсем недалёком будущем. Оставайтесь с нами. Продолжается матч. Если честно, я немножко запутался уже в количестве партий. У меня такое ощущение, что это последнее. У нас шахматы Фишера, я играю белыми. Совершенно угнетающе выглядят это всё за белых. Неправильно, как играть. Ну, поскольку у нас контроль 3 плюс 2, могу себе позволять немножко подумать над первым ходом. Думаю, что по предыдущим партиям вы успели заметить, что Вова намного лучше меня чувствует. Позицию короля в этих шахматах и когда выгодно рокировать. Мне надо компенсировать это чем-то иным. По велосиде не развивать это у нас на g1, как, в общем-то, хочется его развить. А развить его через h3 и слон h2. А пока поставить d4 и конь d3. Ну, всё это выглядит неестественно, но, в конце концов, думаю, что Вова оценит, если я покажу, скажем так, разнообразие дивидных идей этой разновидности шахматы и какое-то креативное мышление. Хотя, конечно, с креативным мышлением. В общем, Вова выбрал себе в этом плане не того соперника, пожалуй. Пока пойду e3, h3, слон h2. Всё это странно выглядит. Почему бы и нет? Может быть, в каких-то вариантах вообще будет ход ферзь b5. Ну, ладно. Так, h4 это явно же не то. h3, конечно, слон h2. Да, потом ферзь куда-то отойдёт и 2-0, и, по крайней мере, редкий случай мой король окажется рокированным. Это уже большое достижение. Думаю, что Вова, даже если, может быть, не видел эту идею, сейчас он её подхватит, тоже своего стола будет развивать подобным образом, потому что он уже 8 не выглядит очень сильной фигурой. Нет, Вова всё-таки играет более просто, может быть, более сильно про это, не знаем. f6. То есть на конь b3, видимо, он теперь не хочет пойти конь c4. Не пускай коня на c5. Мне бы хотелось ограничить обоих коней путём b3, но в итоге я намного сильнее ограничиваю своих коней. То есть, наверное, всегда конь d3, а там посмотрим. Конь на 1 пока остаётся в запасе. Вот это одна из главных, на мой взгляд, проблем шахмат 960, что очень многие стартовые позиции предполагают то, что одна фигура в какой-то момент на несколько ходов остаётся вне игры. То есть я должен был, как мне казалось, пойти b3, вроде бы позиция это диктовала, но теперь не совсем понятно развивать этого коня. То есть, конечно, может быть, удастся играть c3 и конь c2, но, не знаю, если в дебюте приходится делать такие ходы, на мой взгляд, это не очень хорошо. Ну вот, просил поменьше играть шахматы Фишера, поэтому я воздержусь от развития этой темы и буду играть a4. Не факт что-то верное решение, всё-таки развитие фигуры, наверное, даже в шахматы Фишера должно быть приоритетом, а я пока им пренебрегаю. В уровне развитые три фигуры, у меня только две. Но, с точки зрения внутренней гармонии, моя позиция нравится мне больше. Ставлю пока ферзь e2. 2-0, но тоже 2-0. Любопытная структура. Да, мне кажется, вот последними ходами я немного продешевил, надо было не делать таких естественных движений. Тут уже, наверное, ничего нет в белых. Совершенно ничего нет. Висит на c3. Надо, кстати, проявлять слон c7, конь c3, ферзь c2. Ферзь, наверное, b2 лучше нам. А ферзь b2 конь d1. Мне всё-таки тогда ферзь c2, конь b1. Слон b8. Конь a3. Ферзь c5. Давайте попробуем. Если чё сказать, что, скорее всего, Вау просто возьмёт на c7, если это практически не думая. Я просто так потратил время. Нет, всё-таки Вау задумался. Значит, время потратил не просто так. Хочется ему взять на c3, наказать меня за пренебрежение тактическими особенностями позиции. Но, надеюсь, что я посчитал точнее. Ну да, ферзь c7 сыграно. Ферзь e1. Да, явно что-то не то было сделано. Конь a1 не производит никакого впечатления. Слон f7 чёрных не так уж плохо. Моего, так вот интересно, раз этого слона уже подменяли. Конечно, у белого тоже не должно быть особых проблем. Не могу сказать, что их фигуры расположены совсем уж ужасно. Конь на b6 тоже глуповат. Мой конь на c2 всё-таки выйдет. Ну, не знаю. Наверное, позиция остаётся примерно ровной, но белые уж точно не получили перевес. Правда, пока чёрные не могут развить своего слона на g6 за то, что попадает под конь f4. Но Вова этого и не хотел. Он играет c5. Интересное решение. f3, конь g3. Вова намекает на этот практический небольшой нюанс. Да, если я не буду ничего делать, то сейчас грозит уже cd. Интересно сыграно. Да, времени мало. Поставлю ладьян c1. Всё-таки ладьяна b1 совершенно ничего не делала. Ещё в рандах попадала под вилки. Но... Да. Хотел сказать про c4. Всё-таки чёрные слишком активно расположены, чтобы я мог здесь что-то сделать. Да, придётся сейчас бороться. В муках бороться за то, чтобы не проиграть сразу. Да, конь d4. Ф3. Времени мало. Ну, на любой отход коня будет lf2. Не исключаю, что я как-то проигрываю сразу, но пока не вижу. Ну, конь d6, ладно. Конь d6 это... В некоторой степени облегчения. Проведу e4. У белых есть своя игра, но, конечно, слон на d1 производит впечатление. Что я хочу? Может, хочу e5. Туда конь идёт на f5. Видимо, просто надо держать напряжение в центре. Может быть, пойти конь d3 и подменять одного коня. Кстати, в этом случае слон в рандах выйдет на e3. Там, конечно, на конь d3 надо считаться с de. Надо проверять тактические моменты. Могу ли я себе это позволить? Наверное, пока не могу, кстати. А это означает, что в следующем ходе у белых некоторая беда. Слон d1 на e2 не выходит. Висит на e4. В общем, везде подводят то, что висит на e4. Так, слон g6. Ну, сыграет конь f4. Нападу на e6. Видимо, его упадёт слон f7. Я не буду повторять позицию. Сыграет конь b4. Мне нравятся последние изменения. А, допускает конь e6, Вова. Видимо, что ты посчитал? Я тоже начал что-то считать, что действительно выглядит не очень хорошо для меня. А вот эта позиция, похоже, терпимая. В чёрных вариантах может стать слаб король. e5. Времени мало. Пойду слон f3. Слон f3, конечно, ход явно не точный, но уже надо было хоть как-то играть. fg3. Впадаю на f7. g5. Слон h5. Пойду. Висит ладья на e8. Вот таким образом защищает. Меняюсь. Наверное, зря меняюсь. Пойду d5. Какая-никая защищённая проходная, но чёрная, конечно, хорошая позиция при всём этом. Конь d2. Ладья e1. Надо защищать на e4. Напал. Защитил. c3. Конь b3. Ладья c2. Повёл куда-то коня в рамполь f2. В общем, глуповатая, наверное, идея. f5. Конь пошёл дальше. Конь c5. Да. Вова, конечно, грамотно расположился. Мой шанс заключается в неожиданной атаке на чёрного короля. Под цвет нот это может быть неприятно. Ладья f2. Уже грозит конь f6. Да. Забираю на e5. Вова это явно зевнул, но там, может быть, ничего лучшее не было. Иду к c6. Один удар. На нк там можно как-то защититься. Да, так и сыграно. d4. С другой стороны конь идёт на e6. Это приятно. Висит ладья на d7. Но комментировать это всё тяжело. Шах я зевнул, конечно. Не знаю, сколько это всё плохо для меня. Достаточно плохо. Вова консолидировался. Придётся убирать ферзя. Зевать на e4. Следит ферзь b5. Зря я увлёкся комментированием. Позиция вроде бы уже была в какой-то момент неплохой. Но сейчас она снова совершенно безнадёжна. e1. Меняюсь. Да. Но тут всё очень плохо. Ферзь вернётся на e5. Чёрные заберут пешку. У меня ничего нет. Придётся... У меня, кстати, появился нежный на кунь e7. Продолжается цепь нотная горячка. Забрали. Шах. Шах я зарядовал. Теперь у чёрных снова лучше. Точно. Ферзь c2. Король может пойти на h6. Вова не хочет так играть. Вова имеет шанс сейчас повторить позицию. Не знаю, буду ли я повторять. Нет, Вова сам не стал повторять. Хочет выиграть. Логично. Ладья d8. Могу ли пойти ладья d8? Вова снова имеет шанс начать давать шахи. Просто шах... Так, шах не даёт. Ладья h8. h4. Ферзь f2. Ладья e8. Ферзь e2. Не исключено, что Вова это подземнул. Ну да, и придётся сдаться на самом деле. Потому что ферзь слишком сильная фигура. Вова надеется на силу коней, но, конечно, не смешно всё-таки. Ферзь должен доказать своё превосходство. Забираем g7. Это последняя партия матча. Такое ощущение. Вова пытается играть её до конца. Его можно понять. Так. Что это за ход? Ладно, заберу на a5. Подду на f6. У меня довольно забавно расположен король. Но постепенно он всё-таки должен выползти. Вова даёт на g3. Теперь шансов не остаётся совершенно. Надо было всё-таки играть короля f4. Но тяжело комментировать позицию с лишним ферзём. А вообще партия очень любопытная. Жаль, что начался бюджетный цепь дот. Мы оба очень грубо наляпали. Ну и победил, скажем так, более везучий. Большое спасибо Бобе за матч. Спасибо всем, кто посмотрел этот матч. Все его две части. Надеюсь, что вам понравились партии как в шахматы фишера, так и в обычные шахматы. Мы старались играть как могли. Конечно, ошибались очень много. Пишите, что бы вы хотели улучшить в матчах такого формата. Для вас комментировал Никита Петров. Он же играл, а его соперником выступал один из активных участников группы «Шахматный Феникс». Сильный кандидат мастера из Москвы Вова Михайловский. Всем спасибо за внимание.